Ададанам дантэйстринам идам джачепунахапунах Семадарупа падам божадхули сангянма-жанмани Каурья Гасхипати Шишила Вакхтиши Ханта Сарасвати Гасвами Такур Прабхупа Джагат Гуру сказал Стать частицами пыли на лотосных стопах Шишила Рупа Гасвами Пада наша конечная цель Шишила Прабхупада сказал Стать пылинками на лотосных стопах Шишила Рупа Гасвами Наша конечная цель Мы должны прийти к этому Мы должны обрести качество для этого Если это произойдет Это означает, что мы также обретем прекрасный облик Прекрасные черты Бхагават Фикришна привлечен Прекрасными обликами гопи Рупа Манджари, Рати Манджари Кришна испытывает влечение к ним Мы должны оставить нашу грязь Всю грязь Грязные качества И мы должны Обрести Рупу подобной Шиле Рупы Гасвами Так, чтобы мы могли Совершать служение И Кришна испытывал бы к нам влечение Но мы очень хорошо знаем, что это не так легко Это сложно Очень хорошо просто говорить какую-то философию Но если устроить проверку Допустим В экономике То есть, может быть, я преуспеваю в материальной науке Экономике Сдаю экзамены по экономике По медицине Но если я на практике пытаюсь изменить экономическое состояние страны Или лечить кого-то Это очень сложно То есть, на теории это хорошо, легко, просто Но когда дело доходит до действия Это становится сложным Брама плача говорит Он плачет, обращаясь к Кришне Он плачет, обращаясь к Кришне Те, кто Говорят Объявляют себя Таттва-вид Говорят, что я Обладаю знанием Таттвы Я также являюсь Гуру О них Брама Джи говорит Хорошо, если они Произдашают себя такими Они могут это делать Но я Знаю Что Это за пределами моего ума За пределами моего понимания Твои лилы Лилы Господа И так далее Как возможно заявлять, что я знаю все Поэтому я говорил прежде, что мы должны находиться в связи с бесконечностью с Анатадевом В противном случае наши узкие концепции, наши узкие понимания, предрассудки Не смогут препятствовать на нашем пути Баджана Если мы будем находиться в связи с Анатадевой, он поможет нам И если я опираюсь на понимание Анатадеви, захочу понять, кто есть я, я буду... Это просто станет смешно, кто я в сравнении с ним Старайтесь развить Тринадо Пи Я тоже стараюсь это сделать Постарайтесь таким образом развивать смирение Постарайтесь понять свое плачевное, слабое положение И постоянно плачьте Каково мое положение в сравнении с Анатадевой Мельчайшее Дживатма выражает свое ложное эго, свою гордость И таким образом мы не можем понять, что есть Гуру, что есть Кришна Поэтому Шила Прабхупат говорил Что прежде всего необходимо принять приближающий сад Гуру Затем получить Дикшу Затем служить Учиться, как служить Постепенно Прежде всего Мы должны принять приближище Приближище И Прабхупат часто цитирует этот стих Это говорится в читании Как мы можем обрести Крипу Гуру и Вайшнавов Блуждая по этой Браманде Обретять Это мы Пытаемся ухаживать за нашей Бхактилатой Если Кришна хочет пролезть милость на кого-то Гуру Антарьями Гуру Антарьями Чатья Гура всегда присутствует в нашем сердце Если он удовлетворен Вы получаете вдохновение Когда вы повторяете Гайатре К кому вы обращаетесь Вы должны испытывать вдохновение Что Чатья Гуру даст вам Даст вам энергию Даст вам силу Гуру не отличен от Кришны Гуру это Рупа Кришны В форме Гуру Кришна дарует свою милость Несмотря на то, что мой гуру Махапрабу Я знаю его как Первую экспансию Господа Главную экспансию Господа Мы знаем, что Шикша Гуру это Сварупа Кришны Шикша Гуру это Сварупа Кришны Вы не можете видеть Кришну напрямую Но вы можете почувствовать его В форме Чатья Гуру Он присутствует в сердце И он обучает нас Дивья Гьяне Если мы не получим Татва Гьяну От Шикша Гуру Не сможем обрести должную квалификацию Для служения Если мы Не разобьем Если мы не получим Дивья Гьяну от Садгуру Мы не сможем продвинуться в служении Багавану Вы можете приходить в храм Стараться готовить там Но Все равно вы не обретете Адхикар для служения Не позволяйте Баги Тереша Шикша Гасаи Махараш Говорит Не позволяйте Кому попало Входите на кухню И в комнату божеств В храме Если вы будете поклоняться полу-богам Они не могут У них нет Дивья Гьяны Шанкар Багаван Гуру Это Другой случай Поэтому Шанкар Багаван открывает Процесс Баджана Поэтому необходимо принять приближение Садгуру Это очень важно Без этого мы не можем совершать Совершенный Баджан Это просто невозможно Я уже говорил Что Брама Был инициирован Он получил инициацию Произошла одна лила Когда Индра совершил ошибку Атху-бену нинадас Диджаттам Агамат Татаха Адигуру Кришнам Банди Джагат Гуру Мы думаем Мы думаем В нашей настоящей ситуации Положением Что Кришна Банди Джагат Гуру Это и правда Это несомненно так Существует одна Татва Адвая Гьяна Татва Но мы понимаем Но мы понимаем тут Что Радхарани Это Гуру Кришны Как же Брама стал Брамой? Пока не обречают Какие-то качества Минимальные Браманизма Человек не может стать Никто не может стать Вайшнамом Поэтому Прабхупат организовал Брамархи Гайтри Мгайатахат Асмат Я думал В этом Гайтри Мантры Мужчинская Перемственность Необычная Гайтри Гайтри Эта мантра Дана была Браме Брама Гайтри Брама Гайтри Брама Гайтри Гайтри Мгайатахат Асмат Когда Кришна плачет Саро-джо-джо-оди-гатту Брама Продолжение следует Кришна Кришна произнес Брама слышал Реформация Самскара Ди-ит-это Санскара Татаха Ди-ит-эм Агамат То есть Кришна Даделил Брама Гайтри Этой мантрой И с этого момента Он стал Двиджо Дважды рожденным И после этого Брауна старался. То есть, если вы получите эту мантру, эта мантра Апракрита, трансцендентная, она нематериальна. Прежде всего, нужно принять мантра Раджа, а затем получить мантры. Там существует целый список этих гайдри. Биджа. Биджа это Сварупа Кришны. Затем вы можете там есть много слов. На трансцендентном теле Шри Кришны есть 24 чандры. Когда мы получаем инициацию, происходит второе рождение. Первое рождение происходит из Луна Матери, затем от Брама Гайдри, затем, когда вы получите Аштрасакшар мантру, Аштрасакшар мантру, и потом Гайдри, мантра. В этом случае, вы можете получить мощь, потому что внутри Гайдри все в форме семени. Все эти гайдри в форме семени. Брама Самхити сказано, «Дарья» означает «Веда». Веда Декакшар Бамма Матра или Маха Мантра все уникальны указывают на бамси на 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 Кришну вамши ват те, кто достигли положения гопьи. Для них это хорошо, но для тех, для обычных людей невозможно. все привлекающие Кришна Кришна с сердцем полным боли. Гопи совершают невероятные аскезы. Кришна Кришна это источник всего. Кришна Кришна источник Кришна пьет они пьет нектар с лотосных хвостов Кришна даршан даршан это возможно лишь с помощью рагамарга рагануга бхакти рупануга бхакти в противном случае это невозможно. В конце концов мы знаем что я объяснил что такое свакия баб пара кебаб возможно только во вриндавана дами нигде больше На все противоречия, связанные с поведением Кришны, я уже дал разъяснение, все возможно для Кришны, потому что он трансцендентен, он находится во Пракрита-да-дхаме, и там совершает свои лилы. Несмотря на то, что он атмарам, для того, чтобы осуществить свои игры, ради нашего блага, он совершает свои игры, и это вдохновляет нас на то, чтобы развиваться и достигнуть. Этих игр. Шакти и шакти-ман это одна татва, тем не менее. В Халадине, Шакти и Шакти-ман существуют раздельно для того, чтобы совершать игры. И раса, которая возникает, Аламбад, Поддержка, то есть, Удипаны, то есть, видя что-то, вы вдохновлены этим, Оживлены. Бахтинон Такур описывает в своих киртанах. Лила Удипа Камани. Те, кто сталкивается с этим, испытывают вдохновение. Это лила вечна. Они наслаждаются матхур паракия расой. Радхарани проявляются в различных формах. Лолита, Вишака, все они исходят из Радхарани. Радхарани являет бесконечное количество воплощений форм, для того, чтобы доставить удовольствие Шри Кришны разными путями. Халави в этом стихе переводится как искусство. Существует 64 вида искусства, которые хорошо знают гопи, танцы, пение, игра на музыкальных инструментах, рисование, театральное искусство, как делать гирлянды. 64 вида искусств. И все они превосходно знают в совершенстве, знают, как все это делать. И сами эти виды искусства, они принимают форму гопи. Гопи писал много подобных вещей, и мы невероятно благодарны гопи за это, потому что в противном случае невозможно это понять. Гопи действуют как, то есть они очень необычайно сведущие во всех видах искусств. И это за пределами нашего описания, то есть мы не можем это описать. Когда Кришна посещал Гурукулу, 64 дня он изучал 64 вида искусств. Кришна постигал различные науки. И говорится, что все виды искусств принимают форму гопи для того, чтобы помогать расе, помогать играм. Раса таттва присутствует вечно на Галокатхаме. Когда бы Кришна или Радхарани или гопи, то есть они постоянно испытывают какие-то расы, потому что они вечно присутствуют там. Им не нужно это приносить извне. Как, например, кто-то говорит Кришне, «Камса тут». Но камсы нет в ните в риндаване. Тем не менее, чувство этого присутствует, раса присутствует. И немедленно они получают это ощущение, что камсы действительно присутствуют здесь. Таким образом, Нанда и Шодама, все они испытывают родительские чувства. Но на Галокатхаме Кришна никогда не рождается. Во всех брамандах Кришна рождается каждую секунду. И это вечно. Как Сударшина чакра. То есть Лила вечна. Махапрабху учат Санатану, что Лила вечна. В ните Галокатхаме Кришна в возрасте 16-летнего юноши. И мы медитируем на этого Кришну. Как только кто-то вспоминает о какой-то расе, немедленно эта раса проявляется. Почему я говорю это? Для того, чтобы вы получили изначальную идею, что между Параке и Сваке и Бау все время существуют споры. Рупа Госвами Пат. Джива Госвами Пат хочет спасти нас от Ада. Все спорят на эту тему. Что вся Шакти Татва. Паракия Баба. Присутствует там. Но как раса. В Брама Самхите сказано, что это не просто... То есть то, что сказано в Брама Самхите, это не просто история и не сухая философия. Брама, по милости Кришны, смог напрямую осознать. Вся Брама Самхита – это прямое сознание Брамаджи. Поэтому Брама хотел показать нам с помощью Брама Самхиты всю Татва Вигьяну, насколько важно оно. Кришна вечно присутствует на Голоке Вриндаване. Бесконечные Дживатмы живы. И их источник – это Кришна. Кришна повсюду. В каждом сердце. Не найти место, где нет Кришны. И этот самый Говинда Адипурушам, ему мы хотим служить от всего сердца, с расой. Мы можем обрести возможность служить Кришне с помощью расы, в том случае, если мы получим ситхи. И Джилга Сваимпат показывает, что в этом материальном мире мы можем обнаружить, что Браджа Гопи владает определенной идентификацией, то есть имеется в виду, принимает рождение в такой-то семье, выходит замуж там-то. То есть необходимо вот это отождествление. Гопи вечно присутствуют в Святой Даме. Сваруп-ситхи должны ждать Васту-ситхи. Когда они достигнут этого, их тело разрушается, и потом Йога Майя забирает их туда, где Кришна вечно совершает свои лилы. Когда это происходит, Йога Майя помещает эту Дживатму в лоно Гопи, так, чтобы эта Дживатма родилась и получила это осознание, что таково, вот это мои родители, это моя деревня, таково, вот это я. Дживага Сваимпат объясняет, что в материальном мире, когда в материальном мире, когда Кришна не сходит в материальный мир, вместе со своей Дхамой, Емуной, Гавардханом, в этом Баумо Вриндаване мы можем испытывать нечто особое. Если мы не будем совершать баджан, мы не сможем увидеть настоящего рендауна и спутников Кришны. Сваров Шакти вечно присутствует с Кришной, Паракия Свакия, Джива Гасвами объясняет, что они вечно присутствуют в Святой Дхаме. Когда бы в материальном мире мы не столкнулись с Паракией, Мактилл Токур говорит, что Паракия Бава всегда так же присутствует на Глокове Рендаване. В причем случае, откуда бы она взялась? Все, что приходит в этот мир, оно берет свое начало в трансцендентном мире. Поэтому вначале я говорил, объяснял, что Гопи чувствует, что Кришна их герой. А Йога Майя? Они могут выполнять свои обязанности. Гопи не понимают, почему они испытывают столько влечения. Кришне. Кришна сам не понимает, почему они испытывают влечение ко мне, почему я испытываю влечение к ним. Они разбиты в тонку. Они становятся безумными, глядя на меня. А когда я гляжу на Шимати Радыку, я становлюсь безумным. Поэтому они нарушают все правила и предписания, потому что они становятся бесполезными сейчас, в данный момент для них. Фалита Кришны привлекает. Она пробуждает опракрыто каму в их сердцах. Трансцендентное влечение. Мы сейчас, наша Кама Гайетри, для того, чтобы взрастить это, мы повторением ее, но ничего не испытываем. Все социальные правила, устои бесполезны для тех, кто испытывает эту трансцендентную расу, трансцендентное влечение. Они просто хотят увидеть Кришну. Если же вы не испытываете это настроение, вы можете совершить ошибку и аппарат холм. Кришна старается встретиться с Радхарани, а она старается увидеться с Кришной. Парагия Баба более возвышенно, потому что это вопрос удачи. Иногда они получают желаемое, иногда нет. Все зависит от удачи. Если каждый раз я получаю желаемое одно и то же, без препятствий, в таком случае ценность теряется. Рогануга предные знает, что все препятствия, которые приходят на пути Баджана, называется према. Вот эти строки из Баджана Шила Бахтина Такура, это према. Те страдания, которые приходят ко мне в служении тебе, я счастлив от этого. Из-за своей глубочайшей привязанности они стараются увидеться друг с другом. Иногда это происходит, а иногда нет. Кришна ушел, мы все, все пропало, мы все потеряли. Он пишет свои собственные переживания. Он обладает этим опытом. Рупага с вами Бад. Цитирует различные шлоки из разных мест. Уджуолани ламы, в том числе. И так далее. Мне время это обсуждать, но я приведу несколько примеров. Радхарани. Просит разрешения у своей тещи. Я хочу пойти на Емуну. Зачем тебе туда? Зачем? Мне закончилась вода питьевая. Пожалуйста, разрешите мне. Хорошо, можешь пойти. Возьмите воду. Но, на самом деле, она делает это не для того, чтобы принести воду, а для того, чтобы встретиться с Кришной. Много разных препятствий. Поэтому совершенство этих игр возрастает, постоянно увеличивается. Когда ганга не сходит с Гималаев, на ее пути много препятствий, камней. И она прыгает, спускается, падает. Это я видел это своими глазами. Я был много раз в Гималаях. Я видел, как ганга стремительно течет для того, чтобы понять свое крошечное существование. То есть, нужно понять свое крошечное существование, чтобы наше настроение смирения возросло. Чтобы ушло ложное эго. Какой смысл в ложном эге? Сейчас приду один пример данной Рупы Гасвами падам. САНКЕТИ КРИТО КОКРИЛАДИ НИНАДАМ КАНСЯТ ДИШАХА КУРВАТО. ДАРНАМОЧАННО ЛОЛО САНКВАЛАЙО КНАНАНАМ МОХУ СРННАТАХ КЕЙАМ КЕЙАМ ИТИ ПРАГЛАХА ДУНАТМАННО РАДА ПРАГЛАХАННО КЕЛИ ПИТАПИК КРОДЕ ГАТА САВАРИ. САВАРИ, ИНО? Однажды Кришна желал увидеть лотосные стопы Шимати Радхарани. Ночью было темно, светила луна, и этот юноша выбежал из Нандаграма в сторону Явата. Единственный способ встретиться с ней, пойти к ней, он был очень беспокоен, взбудоражен. С большими препятствиями он достиг двора Абхиманью. Абхиманью не женщина, не мужчина, он нечто среднее. Абхиманью – тот, кто полон камы, он не может получить удовлетворение. Потому что для того, чтобы чем-то наслаждаться, нужно иметь возможность этим наслаждаться. Если вы хотите есть мясо, вы должны уметь его переварить. Хотите есть роскошную пищу? Нужно обладать подобающим пищеварением. Много-много у вас может быть возможности наслаждаться, но если вы не способны этим наслаждаться, ничего не выйдет. Пока нет у вас такой силы, как вы будете этим наслаждаться? Абхиманью был постоянно разгневан, он все время хотел увеличивать свои имущества. По ночам он спал в Гошале. Охранники Джатила и Кутила. Охранники, имеется в виду, охраняли дверь. Это были очень подозрительные женщины. Все время следили за Радхарани, что она там делает. И сейчас Кришна пришел во двор Абхиманью, а там росло дерево, сад был. Он стоит там, сам он черный и темно повсюду. То есть, его не видно. Он спрятан за Кадамбами, в Кадамбовой роще. И затем, беззвучно, он стоит там и думает, как же мне позвать Радхарани? Что происходит затем? Он начинает издавать звук, как кукушка. Кукушка начинает. И Радхарани понимает, что он пришел. Она долгое время ждала его с великим волнением. И как только Радхарани выходит, она украшена колокольчиками. Когда она открывает дверь? В другой комнате, имеется в виду снаружи комнаты, снаружи. Очень осторожно, она не спит. Кто там? Она кричит. Кто тут? Она не спит, она ждет. И Радхарани заходит назад, внутрь. Очень осторожно, тихонько. Она постоянно следит за ней, за Шимой Радхарани. Потому что она переживает, что Кришна может прийти. Сын Нанды очень беспокойный, непослушный. Он может прийти. То есть я не должна этого допустить. И сердце Радхарани взволновано. Она заходит назад. И Кришна также прячется еще лучше. Долгое время проходит. Затем ночью... Ночь проходит. То есть какое-то время проходит. Ночь еще не закончена. Затем он вновь издает какой-то звук. И Радхарани снова пытается выйти. Но опять же, тело-яку-тело кричат, кто тут? Кто тут? И так, каждое время от времени Кришна подает ей сигнал. Она пытается выйти, но не получается. И так вся ночь проходит. Луна садится, заходит. Пара-брамма-парат-паратлишвэр. А затем Пара-брамма-парат-паратлишвэр. А затем Пара-брамма-парат-паратлишвэр. И Си-кришна возвращается назад с тяжелым сердцем. В гите тот, кто провозглашает себя вот этой шлокой, своя бхагавальна Схи Кришна, являет подобные лилы, совершенные лилы. То есть, это зависит от удачи, иногда они встречаются, иногда нет. Таким образом, паракея бхагава совершенно превосходна. Бхагтин Аттакор говорит, что во Вриндаване эти лилы вечно присутствуют. Когда Джива Гасвай импад, говорит, чтобы он не говорил, каждое слово Джива Гасвами обладает внутренним глубинным смыслом. Джива Гасвами наш Татва Ачарья. Он под руководством Рупы Санатаны. Глупцы могут говорить разные глупости о нем, разные плохие вещи. Но все, что бы он не говорил, обладает глубочайшим смыслом. Бхагтин Аттакор объясняет, что эти лилы вечно присутствуют во Вриндаване. В противном случае... То есть Бхагава всегда присутствует. Вот это чувство, что у нас есть Мама, Папа, у нас есть препятствия, которые мешают нам встретиться с Кришней. Но в действительности этого нет. Любая раса, о которой они... То есть, в чем бы они ни подумали, это происходит, то есть это воплощается в шастрах, в различных местах, в падвапуранах и так далее. Их очень-очень много. Шастра очень много, но мы хотим сосредоточиться на лотосных стопах Щила Бхактино Дакура, и этого достаточно, а также Щила Наротам Дакура, этого достаточно, потому что от них мы можем получить абсолютно все, что нам необходимо, всю информацию. Вечно Галакидхами Кришна не принимает рождение. Но раса ситхи присутствует там, имеется в виду родство, имеется в виду то, что у него есть мама, папа и так далее. Когда эта лила приходит в этот материальный мир, когда Бхамма Вридава не сходит в этот мир, то есть материя в любом случае не может коснуться трансцендентности. Дама никак не соприкасается с этой землей, имеется в виду с материей. То есть материалисты, они в сетях, они не могут прикоснуться к Дхамме. Они думают, что вот, сейчас мы в Дхамме, тут устраиваемся разным бизнесом в Дхамме. Но как это возможно, чтобы они действительно там оказались? Нет. Когда Пракрита Дхама является в этом материальном мире, Бхактино Дакура объясняет, что чувства и расы, которые вечно существуют, принимают грубую форму гопи, имеется в виду матерей гопи, то, что у них есть отец, для того, чтобы показать нам, что они, ну, как вот эти вот женитьба и так далее. Это как украшение, то, что состоялась свадьба, Абимани и Радхарани. Изначально нет этого мужа, ни тут, ни там, но чувства, его присутствие, существуют. И когда эта лила происходит, мы видим, что они есть, якобы. Но в шастрах говорит сам, что в действительности они не существуют. Поэтому Браджа Деви, Браджа Гопики никогда, никогда не связаны, никакой связи у них нет с их мужьями. Когда гопи бегут, услышав флейту Кришны, гопи, отцы и матери спят их, но мужья спят. И они чувствуют, они чувствуют, что наши жены с нами. они не ревнуют, никаких подозрений у них нет. В Бхагава там сказано, что гопи, некоторые гопи не могут принять, выйти из дома. И в таком случае они оставляют свои тела, и они саданаситхи. Это неприменимо к тем, кто вечно присутствует, то есть вечно в формах гопи. Воджула Нилама, Нейропа Гасваймпад пишет. Шаджива Гасваймпад дает следующий комментарий. Джио Гасваймпад говорит. И этим стихом Джио Гасваймпад дает нам понять. Джио Гасваймпад объясняет то, что он писал, что Рупа Гасваймпад. Мы должны помнить, что все книги, которые были созданы Рупа Гасваймпад и Джио Гасваймпад, то есть все, что было написано, все Джио Гасваймпад редактировал. Не было никаких ошибок, и не могло быть, но тем не менее, это лило происходило. Садат на Гасваймпад и Рупа Гасваймпад отдавали Джио Гасваймпад для редакции. Если вы думаете, что мы можем быть мужчиной, то есть как это сложно понять. Как это возможно? Сам Санат на Гасваймпад, Рупа Гасваймпад, Джио Гасваймпад был младше, и Джио Гасваймпад очень ясно пишет, что иногда муж, иногда герой. Те, кто находится на Вайконхе, к ним применимо это настроение. В Двараке, но на Голоке и Гокуле, которые вечно присутствуют, существуют. В Сиддово-сайде Голоке и Гокуле вы можете видеть прикоснуться к Вриндаву, но тем не менее, вы обнаружите некоторые примеси. Когда вы достигнете Сиддхи, вы увидите в Гокуле Голоку. Когда вы отправитесь туда, вы увидите Гокуле. Гокуле нисходит в этот мир. В нем нет ничего материального. Он украшен тут, в этом материальном мире, для того, чтобы раса была доступна для наслаждения. Если мы думаем, что Крешна подобен нам, Гопи, то тогда приходит совершенство, особая раса от этого, особый вкус. джио-дэшен-пад пишет, мы знаем, что Кришна Адмарам. Кришна, несомненно, Адмарам. Он не обладает собственными корыстными интересами. у него нет ничего общего с материальными отношениями этого мира, с этой грязной материальной любовью. Адмараму, Адмараму, Роби, Рори, Ромат. Раса Лилы, сказано, несмотря на то, что Кришна Адмарам, тем не менее, Он являет этими лилы. Вечные лилы совершенно В них нет никакой грязи И сейчас, как бы вы ни думали Сейчас со своего положения Об этом Тем не менее, в этом будут какие-то примеси Вы не можете осознать это Совершенным образом Ягамая Создает Все эти внешние вещи Для того, чтобы Была возможность испытывать Глубочайшие чувства Все Создается Йогамая Рай Махашая Дает различные примеры Из Вида Дамадавы Лолита Мадавы Приводит различные примеры Когда Кришна не приходит Кришна не приходит Радхарани Радхарани Испытывает глубочайшую боль Она почти умирает Сакхи плачет Горько плачет Смотря на настроение Радхарани На состояние Радхарани Она почти умирает Приводит различных ситуациях Они не могут Испытствуют Радхарани Они могут Организировать Радхарани И затем Радхарани говорит О Сакхи Кришна Оставил меня Зачем же вы плачете Вы не виноваты в этом Кришна Оставил меня И я умираю Но почему вы плачете О Сакхи Кришна Забыл обо мне Но почему вы плачете Что Вы сделали не так Вы старались Изо всех сил Но Такова моя неудача Вы старались Изо всех сил Вы сделали все Что вы могли Но Удача Не сопутствует Мне Не плачьте По мне Когда я умру Моя смерть Неизбежна И вы не имеете К этому Никакого отношения Никто не виноват В моей смерти Не плачьте Я оставляю Своё тело Потому что Я бесполезна Я не могу Служить Кришне Это моя ошибка И После моей смерти Радхарани Плачет И говорит Что После того Как я умру Вы должны Кое-что сделать Это не Речь идет Не о похоронах И что же Что же мы можем Сделать для тебя Архарани Говорит Тут растет Дерево Тамала Обвяжите Мое тело Руки и ноги Вокруг этого Дерева Не сжигайте Мое тело В конце концов Кришна Придет И увидит Меня Я смогу Увидеть его Я смогу Увидеть его Даже в таком Состоянии Весь Вриндаван Это Мое сердце Сейчас я Умираю Медленно Умираю И все Составляющие Моего тела Элементы Из которых Состоит Мое тело Они смешаются С Вриндаваном Пруд Возьмет Воды Из моего тела Войдут В пруд В пруды Вриндавана И так далее Когда Кришна Придет Когда Он Примет Омовение В этом пруду Я смогу Послужить Ему Таким образом Если Каким-то образом Элементы Из которых Состоит Мое тело Как-то Останутся Во Вриндаване Пять Основных Элементов Составляющих Тело У меня будет Хоть Какая-то Возможность Послужить Кришне Никто Не может Спасти Радхарани От смерти И в этот Момент Посланник Посланник Бежит Кришне Не говоря Радхарани Ничего И говорит Кришне Вот ее Состояние Ты больше Никогда Не увидишь Радхарани Она умирает О Правда Ну как же Я могу Пойти Ты должен Придумать Что-то Ты должен Придумать Как ты Пойдешь Напрямую Ты не можешь Туда Пойти Радхарани Сейчас в таком Состоянии Хорошо Я что-нибудь Придумаю Говорит Кришна И Кришна Устраивает Что-то В форме Малини Вы знаете Малини Которые делают Гирлянды Из сорванных В садах Цветов Цветов То есть Кришна Приходит В форме Гопи В облике Гопи С цветами В руках И говорит Не купите ли вы Цветочки У меня Много цветов Он предстоит Перед Радхарани Без всяких проблем Потому что Он в облике Гопи Затем Его спрашивают Радхарани Спрашивают Сколько стоит Сейчас я говорю О состоянии Радхарани Кришна Приходит Это описано Чандидасом Несоблюдено То есть Последовательность Несоблюдено Так или иначе Иногда Кришна Продает Колокольчики Какие-то украшения И под этим предлогом Он встречается С Радхарани Таким образом Лилы, Радхи и Кришна За пределами Понимания Кришна В Читании Чиритам Радхи и Кришна Радхи и Кришна Радхи и Кришна Пишет Что Те кто Обладает одной из прав Вацали Саки И так далее Имеет ввиду Не Матуря Бавы То есть Саки Они не могут понять Саки Они что-то Испытывают Что-то чувствуют Потому что Они близки С Кришны Но тем не менее Другие Саки До конца Они не могут понять Только Саки Манджари Могут Иметь право Осознать Понять эту Лилу Наверное Принять участие В ней То есть Саки Только Они Эта Лила Не состоится Не будет Полной Без присутствия Саки Манджари Они Расширяют Эту Лилу И Придают Больше И больше Наслаждения Кришне Никто Кроме Саки Манджари Не может Принять участие В этой Лиле Никто Не имеет Входа В нее Если Вы Следуете Настроению Саки Манджари Любой Саки Если Вы Следуете Кому-то Из Вечных Браджаваси В форме Саки В этом Саки В этом случае То влечение Которое Они Испытывают Не думайте Что Там Присутствует Какая-то Материальная Кама Какое-то Материальное Вожделение Я повторяю Я повторяю Это Вновь 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 Вчера Я также Хотел Сказать Что Когда Они Организуют Устраивают Встречу Радхи Кришны Они делают Это так Что Они Оказываются В одном Месте У Саки Манжали Нет В этом Никакого Личного Интереса Даже Запаха Корысти В этом Нет Подобно Как Дерево Которое Листья Фрукты Цветы То есть Дерево На котором Много Всего Если Мы Поливаем Корни Все Это Питает Все Плоды Листья И так Далее Точно Так же Когда Получает Наслаждение Рады Кришна Получает Наслаждение Всем И Никакие Саки Манжали Никогда Не хотят Лично Наслаждаться С Кришной Они Не хотят Без Радхарани Никаких Наслаждений Отдельных С Кришной У них Нет Никакого Корыстного Интереса Постоянно Они пытаются Изо всех Сил Устроить Их Встречу Таково Их Служение Когда Игры Рады Кришны Происходят Автоматически Саки И Манжали Испытывают Наслаждение Кришна Встречается С Радхарани Но они И они То есть Они Испытывают Экстаз То есть Кришна Встречается С Радхарани Но они Саки Манжари Их тела Наполняются Дрожью То есть Они Испытывают Экстаз Таким образом Радхарани И Гопи Не отличны Именно Поэтому Они Испытывают Такие Чувства В момент Встречи Встречи Радхи И Кришны Они Постоянно Стараются Доставить Удовольствие Кришне У них Нет Никакого Личного Интереса Даже Запаха Этого Нет Поэтому Шукадевага С вами Пишет Настроение Гопи Он Настроение Гопи Есть Самадхи Васа Это Когда Гурварга Рассказывает Харикатху Входит В Самадхи Шукадев В Самадхах Когда он Говорит О Радхи Кришне О всех Секретных Вещах Он находится Матхи Но тем не менее Он говорит То что они Испытывают Как Шукадев Гасами Пад Описал То что он Сам Лично Испытывает Во Вриндаване Поэтому В 10 главе Шримад Бхагава Там Сказано Ты целый день Ходишь Повсюду В Вриндаване Полный Пыли И Колючек И Нам больно Видеть Как они Впиваются В твои ноги Мы просим Тебя Поставить Свои ноги На нашу грудь Но Ноги твои Настолько Мягкие Что Нам Больно Что Тебе Будет Больно Таково Совершенство Служения И Кришна Не может Отплатить Гопи Никогда Никак Ты должен Быть То есть Мне Нечем Отплатить Мне Нечего Дать Вам Говорит Кришна Гопи Плачут И Говорят Это Любовь Радхарани Кришне Это Не Что То Что Может Описать Это Не Философские Измышления Это Не Философия Как Кришна Мог Танцевать На Головах Калия Сейчас Махапрабху Пытается Выяснить Детали О любви Кришне Раи Рамананда Говорит Что Радхарани Центр Раса Лила Когда Это Комментарии Данные Прабхупада Я не Говорю От себя Прабхупад Говорит Когда Радхарани Видит Что Все Гопи Испытывают То же самое Что и она То есть Тоже Удачу Потому что Кришна Распространил Себя Бесконечное Количество Так что Он Танцует С каждой Гопи И Это Расстраивает Радхарани Она Говорит Он Всегда Всегда Следовали Мне Но Сейчас Они Хотят Лично Общаться С Кришной То есть Такое Служение Которое Якобы Можно Исполнять Всем И Радхарани Подумала Что То есть Она Разозлилась Это Ман И Она Решает Уйти Пряма Радхарани Самая Возвышенная Потому что До этого Момента Кришна Не Получит Ее Он Не Удовлетворен Ничьей Любовью Поэтому Радхарани Завод Анания Радик Это Секрет Это Тайна Тайна Она Севика Высочайшего Порядка Говорят Гопи И поэтому Кришна Оставил Нас Ради Той Самой Одной Гопи Поэтому Когда Радхарани Видит Что Кришна Танцует Вместе Со Всеми Гопи Она Уходит И В этот Момент Вся Раса Весь Танец Расы Прекращается Кришна Раса Мэт Любовь Тат Тай Ю возь Санд Д Виш Сад Когда Радхарани уходит, Кришна думает, где же Радхарани? Кришна также уходит. И когда Кришна и Радхарани нет больше, кто же будет совершать расу? Затем Рай Рамананда показывает превосходство Радхарани. Он говорит, оп, Прабу, шата-коти-гопи, сотни кроров-гопи, миллионы-гопи принимают участие в танце, но без Радхарани Кришна не испытывает удовлетворения. Махапрабу и Рай Рамананда говорят, что это настолько превосходно. В этих двух шлоках невероятный поток Амрите. Описан источник всей Амрите. Миллионы-гопи. Тем не менее, присутствует в танце расы, принимает участие в танце расы, но Кришна не испытывает наслаждения от этого. То, что является Радхарани, это называется Ман. Ман, когда она не согласна с Кришной, когда она расстроена. Проведением Кришны. Прабхупат никогда не хотел говорить об этом открыто. Но Рай Раманда Самват, это источник расы. Я с ограничениями, но буду рассказывать Рай Рамананда, так чтобы Прабхупат никогда не разгневался на меня. Я могу рассказывать, но никто из вас не будет чувствовать камы, потому что не будет у вас возможности. Потому что я не буду... То есть, это вопрос Крипа. Если я сам полон камы, как я могу говорить об этом? Весь яд выйдет из моих уст. У меня нет права говорить в таком случае. Вы должны совершать баджан совершенным образом в соответствии с наставлениями Гуру Варги. Вы должны проповедовать. Вы должны будете проповедовать. А вы беспокоитесь. Как же я буду проповедовать? Я падшая душа. Но что же вы всегда будете такими падшими? Если вы будете постоянно выражать свою слабость, как же вы будете развиваться? Если один молодой доктор будет оперировать молодую девушку, если доктор будет испытывать каму, он никакой не доктор. Если у него будет вожделение, то никакой он не доктор. В настоящей ситуации доктор выступает как отец. И такое понимание должно быть у доктора. Поэтому то, что я говорю, я не... Махапрабу сейчас Райл Мэнда рассказывает, что через эти две шлоки исходит весь источник гектара. В Учжула Ниламане сказано, как я прежде уже говорил. Райл Мэнда Имея причину на это или нет, Радхарани становится разгневана. Подобно змее, которая все время ползает зигзагообразно. Причина может быть, а может и не быть. Почему ты разгневана? Радхарани не готова... Не собирается отвечать. О, прия, прости меня, прости меня. В чем дело? Почему ты разгневалась? Но Радхарани не отвечает. Тогда Радхарани... Тогда Кришна ставит стопор Радхарани себе на голову. Я хочу принять... Я хочу... Твой лодский стопор... Водрузить себе на голову. И речь там не идет о... Вожделении. Это према. Я хочу показать. Прот Кори, Рас Чари, Гела, Ман Кори... Радхарани расстроена. Уходит с Раса Лилы. И Хари также расстроен, не видя Радхарани. Потому что источник... Центр всей расы это Радхарани. Всего танца расы. Если нет Радхарани, все останавливается. Все пропадает. Кришна ищет. Он обескал весь Вриндаван. Не может найти ее. Нигде не может найти ее. Я не могу найти ее. Я не могу найти ее. Я не могу найти ее. Кришна будет садиться на берегу Ямоны. И... Прочитает. Я потерял Радхарани. Я потерял Радху. Крепонина и Пракрита Камай. Он плачет. Кто спасет меня, я умираю. Ап Пракита Ноби Намадан. Ап Пракита Ноби Намадан. Мадан Махан. Мадан Махан, Кришна. Материальные ученые думают, что если ночь... То есть, то, что испытывает Кришна, Апракрита... Нематериальные ученые думают Камай. То есть, и... Несмотря на то, что Кама присутствует и в материальном мире, и в духовном, но разница между ними несопоставимая. Грязная Кама, грязное вожделение материальное, те, кто вовлечены в него, они постоянно находятся в телесных страданиях, в духовных страданиях. Грязная Кам. Грязная Кам. Это материальные наслаждения таковы. Бак Тюно Токор описывает это во многих киртанах. В этом материальном мире есть Кама, но Кама это очень грязна, плоха. И это отправит вас в ад. Апракрита же Кама всегда нова, вечно существует, но принимает вновь и вновь новую форму. Постоянно, куда бы вы ни посмотрели, вы испытываете новые и новые чувства. Это ново. То есть, то, что испытывает Кришна абсолютно трансцендентно. И нет конца этому. Конца этой вечной Камы. Она никак не ограничена материальным временем. Урджа Бхакти, Уджва Ла Бхакти. То, что не под влиянием, не находится под влиянием времени. Нужно понять это. И под руководством моей Гуру Варги я хочу объяснить кое-что. Почему Гайатри, вот это название, почему так называется? Тот, кто поет от всего сердца. Кто-то воспевает, Апракрита Кама Гайатри достигнет духовного мира. Поэтому она называется Кама Гайатри. Она, в действительности, это тело Кришны. 24 символа, которые присутствуют на теле Кришны. Луна и так далее. И они заставляют светиться весь мир. Все испытывают влечение прекрасным обликом Кришны. Материальный мир испытывает Каму. Это устройство Кама Дева. Апракрита Кама Дева. И потому что этот материальный мир, это перевернутое отражение духовного, мы также испытываем эту Каму. То есть это нечто неизбежное, что невозможно избежать. Ногти, Кришны, светятся. Кришны, светятся. Луна прибывает на лоб Крешны. Также тилок украшает лоб Крешны. Это секреты, о которых не следует говорить, вы не сможете меня понять. Я не могу объяснять Камгай-три мантру открыто. Если вы хотите, вы можете найти и объяснение ее. То есть там дается вот это объяснение, что как объясняется облик Крешны. Я не могу объяснить, что вы можете найти. Чандра Мадия. Есть один биджа. Биджа затем кам. Биджа мантра сзем к Камгай-три. То есть так объясняется, что на теле Кришны присутствует 24,5 луны. Камгай-три мантра сзем к Камгай-три. Если вы будете повторять мантру без Камма-биджи, она будет бесполезна. В Гопал-Тапане панишат кое-что описано по этому поводу. И Штан Чиквар Таккор также описал это в своих комментариях. Камгай-три мантра сзем к Камгай-три. Яна Артwartват. Тесам. Сампат у миланам тено ятом. Ят-кам-биджам. Тада-дикам. Осталось всего два дня. Я не знаю, как можно завершить. Наше повествование «Арарамнадасамбат». Так или иначе, это необходимо сделать. На этом я остановлюсь. Завтра я буду объяснять, что Кришна все привлекающие. 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 Кришну все привлекающие. Завтра я объясню эту шлоку. Если у вас есть какие-то вопросы, нужно понять то, о чем говорилось сегодня, и следовать этому.